Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбища Так, что нам нужно сегодня с вами сделать? Ну, во-первых, узнать подробнее про вампира Так, давай посмотрим по персонажам, что у нас тут Что у нас здесь? Так, расспросить его о вампире, вот как раз сын фермера, надо к нему сходить Слушай, ну сейчас нет смысла идти, на самом деле, потому что уже ночь на дворе Давай-ка я, наверное, схожу, пока по-быстренькому посмотрю, что у нас происходит в лагере беженцев Что они там делают, как они себя чувствуют, может быть Тихо ты, летучие мыши, отвалите от меня прочь, нечего вам здесь делать Ать, ать Ага, съели, не тут-то было, а захотели, а, на меня напасть Ладно, ну что, мы практически пришли А вот он, лагерь Сколько здесь репутаций? Ребята, 4 из 6 Это, кстати, неплохо, неплохой показатель Давай-ка быстренько с тобой вот сюда зайдем И посмотрим, что у нас здесь есть Значит, кухонный стол Нам нужно 6 репутаций, да? А жилая палатка нужно 5 Для следующей грядки, в принципе, все у нас хватает Но я думаю, что, скорее всего, нам нужна кухня Поэтому потерпим, подождем маленечко Сейчас мы только посмотрим, что у них тут с едой и с водой Все ли хорошо Так, ну, воды хватает Яблок у них тут куча Ягоды есть, в общем, всего-всего хватает Так, подожди-ка Для того, чтобы сделать нам кухню В следующий раз, когда придем Чтобы нам не бегать за ресурсами Для кухни нужно Все хватает Ага, доски и гвозди Доски и гвозди Ну что Тогда я предлагаю, наверное, сейчас А что я предлагаю? Спать? Спать мы не хотим с тобой Мы только что проснулись Кстати, у нас близится день Молеть бы Мы будем молиться Кстати, а что вот здесь у нас такое, а? А-а-а Это у нас зомби, которые Да-да, я их разбомблю Достали они уже тут летать, серьезно говорю Все, допрыгались Кузнечки Слушай, а вот это у нас добывается или нет? Воу, могу добывать Тут, по-моему, обычный камень Ну да, обычный камень Кстати, мне нужно с собой взять топор У меня ведь топора нету Ну-ка посмотрим Персонаж У меня нету Да, у меня нету топора Все есть, кроме топорика Интересно, а почему я топор не взял? А я, кажется, знаю Потому что он у меня еще и поломанный Нужно его либо скрафтить Либо починить Ну-ка, давай посмотрим Так, подожди, куда я зашел-то? Это у нас с тобой делается вот здесь Инструмент Так, топор Не хватает двух палочек Всего лишь двух палочек Или же, или же Лопата-2 Слиток стали? У меня нету слитка стали Вы серьезно? А ну-ка, где у нас тут слиток стали? С чего он там делается? Вот, да? Не хватает графита? Подожди, графит должен быть у меня Я ведь Я ведь его добывал Графит Давай смотреть Так, ну тут нету Это явно Здесь совсем не то Порошок графита Слушай, подожди, а где мы с тобой графит вообще добываем, а? Ты помнишь? И я вот нет Я серьезно говорю Я забыл, где мы с тобой можем добыть графит Ха, зашибись А без графита я ничего не могу сделать Так, это у нас железный слиток А мне нужен именно стальной, да? Так, здесь у нас Опять железные слитки Слушай, ну мне надо тогда Графит где-то брать Кстати, наступает утро Это у нас день Молеть бы я еще раз повторяю А я сейчас пойду к сыну фермера Узнавать по поводу вампира Надеюсь, как раз я дойду Он уже там проснется И будет себя чувствовать великолепно И расскажет мне все-таки Какие-нибудь тайны Так, он у нас находится здесь Внизу Ну-ка, где он В плане Подожди А, они еще, наверное, спят Ага, вот он вышел, сын Подожди-ка, это не сын, по-моему, фермера Это Или сын Сын Давай поговорим Надо дела с первого закончить А то папка рассердится опять О вампире У меня к тебе несколько вопросов, мальчик О вампире А вы обещаете не смеяться надо мной? Отец, дядя, соседи Они все не верят мне и смеются Я обещаю быть предельно серьезным В ту ночь папа и дядя Мельник Пили у дяди И его пшеничные виски Я был дома один И тут какой-то человек пролез через окно Я сперва решил, что это пьяный папа Я даже окликнул его Но он Он как будто не услышал Любопытно Продолжай Я понял, что это не папа И спрятался под одеяло А он, он Он просто ушел Пожалуйста, не смейся Надо мной все смеются в этот момент Не переживай В твои 15 я тоже бы перепугался до чертиков О, спасибо тебе огромное Только мне 22 Что ж Вот так и исполнилась моя детская мечта Я стал детективом Как Шерлок Холмс Ох А раз так Применим дедуктивный метод Или индуктивный Хотя какая разница Харадрик не узнал того парня Как и Роза Что еще известно Сын фермера Окликнул его А он не услышал И так это не житель деревни И у него проблемы со слухом Хм О да Мне срочно нужно пообщаться С мастером Аларихом И с Маркизом тоже Ага Вот оно что Ну Отлично, ребята Пойдемте С Аларихом поговорим И с Маркизом Но Прежде мы еще, наверное Пойдем с тобой молитву Зачитаем Кстати, я с тобой взял Взял Все отлично Как говорится Молитва в руках Значит Мы с тобой сможем Спокойно провести проповедь Кстати, я до сих пор Не положил морковку Для нашего ослика Давай-ка перед этим делом Заберем морковь Она у нас тут, кстати, созрела Хотя Вот этого будет более чем А, не хватает места Сейчас выложим тогда Что-нибудь с тобой Вот семена, пожалуй, да? Так, вот эти оставим А вот это все с тобой выложим И крылья Так, вот это заберем Потому что ослик должен прийти И сказать Дальнейшее, как говорится Поручение Окей Давай Забросим А, я хотел молитву Да, молитву прочитать И потом уже пойдем По своим делам Ну что Давайте, друзья мои Приступим Начать молиться Конечно же, начать Вот у нас Молитва Я бы хотел сказать Речь Наша церковь великолепна Отлично Да, да Ты прав А сейчас Давайте помолимся О благословении Помолились Отлично Да, хорошо Превосходно Ты супер Мастер По молитвам Не забывайте Про пожертвования Да, это была Прекрасная проповедь Да, он отличный мужик Знает свое дело Ха-ха Так, сколько там? Ну, по серебреньку бросают Так, я сейчас Заберу деньги Ммм 21 серебро Отлично Так, а теперь А теперь мы с тобой Телепортируемся Использовать Так, секунду Лагерь беженцев Значит так Где у нас Маркиз? Вот он Маркиз, да? Стоит Поговорить Однажды мы вернемся И они заплатят За свои преступления Спросите вампири Маркиз Вы знаете Что-нибудь о вампирах? Один из них Нападает на деревню И я подозреваю Что это Один из нас Невозможно Я знаю всех этих людей Как самого себя Когда вы делите Одну клетку Становитесь ближе Друг к другу Чем А что насчет Мастера Алариха? Аларих? Я Нет Не думаю Хотя Тогда я полагаю Он мой главный Подозреваемый Хм Что ж Ты типа согласился Что-ли Нет времени На сожаление Если мы хотим Выжить Мы должны Двигаться Только вперед Так Нет Ну Про лагерь Мы уже знаем С тобой Ну Пойдем С Аларихом Говорить Ну-ка Спросить О вампире Мастер Аларих На ближайшую Деревню Нападает Вампир Что Ты сказал? Мастер Аларих Я сказал На ближайшую Деревню Нападает Вампир Что? Евнух Это кто Тут Евнух? Не Евнух Деревню На нее Нападают Евнух Бодает А кого И зачем? На деревню Нападает Вампир Не расслышал Что именно Евнух Попил Вампир Ах Вампир Вампир Что за Вздор Да я Скорее Поверю В желтого Кролика Стреляющего Молниями Вампиры Глупости Какие То есть Вы сомневаетесь Что вампиры Существуют Но Жители Деревни Видели их Есть свидетели Жертвы Я не сомневаюсь Я абсолютно Уверен Они разыграли Тебя Мой бедный Мальчик Неужели Непонятно И Пожалуйста Впредь Тревож Меня Из-за Подобных Пустяков Он Говорит Так Убедительно Так Легко Поверить Его Словам Однако же Он Не Догадывался Спрятать Зеленую Сыпь На Своем Запястье Звездочет Сказал Что Это Признак Неправильного Питания Вампира А не покараулит ли Мне у палатки Алариха Этой ночью Ага Ты понял Намек Слушай У него Ребята На запястье Сыпь Зеленая Помнишь Нам действительно Этот Звездочет Говорил Что Если Сыпь Есть То Это Из-за Неправильного Питания То есть Они Пьют Какую-то Кровь Не Четвертой Группы А второй По-моему И у них Нарушается Баланс Так Слушай Мы можем С тобой Блин Нет Еще не можем Не можем Так Вот я сижу И думаю Где мне теперь До ночи-то Перекантоваться А Ночью я сюда Приду И посмотрю Что будет делать Этот Аларих А пока Мне чем заняться Пока я могу Наверное Пойти И Поспать Чуть Да Как говорится Набраться Сил Так Давай-ка мы С тобой Наверное Здесь Митку Соберем Заодно Энергией Потратим Побольше Чтобы мы Могли С тобой Вовремя Сна Как говорится Восстанавливать Ее И вот Насчет Графита Я не могу Вспомнить Где у меня Графитовые Рудники Хоть Ты тут Тресни Конечно Когда спустя Год Они Делают DLC Вот Теперь сидишь Вспоминай Где-то Все Ладно Мы с тобой Рано или поздно Все равно Найдем Этот Графит А пока Я наверное Кимарну С вашего позволения Так Ночка 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 Ребята Наступает Все У нас с вами Сохранение Прошло Отлично Я выспался Так Это хорошо Но мне кажется Все равно Маловато Да Хотя Пока Дойду А где Мне там Прятаться Да в принципе Можно Сзади Палатки Ну да Сзади Палатки Встанем С тобой Да и все Так Я хочу Кое-что Посмотреть У нас По технологиям Что-нибудь Новенькое Вот это Когда Откроется Новые Вот эти Технологии Я уже Хочу Что-то Новенькое Получить Видишь Пока Закрыто Ослик Кстати Тоже К нам Пока Не приходил Не было Вот этого Звона Колокольчиков Который Говорит о том Что он Прибыл Так Ну здесь Еще все Ходят Пока Я смотрю Все Ходят Ага У нас С тобой Счастье Поселиться В 6 Из 6 Я могу Поставить Кухню Кухонный Стол Вот он Вот и Замечательно Пока Мы с тобой Сделаем Кухонный Стол Как раз Уже Будет Времечко Подходящее Опа Замечательно Так Ну за этим Столом Я ничего Абсолютно Не могу Сделать Ничего Не действует Не активируется То есть Это чисто Для них Для этих Жителей И Счастье У нас Прибавилось До 7 До 7 Так Новый Беженец Скорее всего Нам нужно С тобой Новую Палатку Делать Ну да И грядку Грядку И новую Палатку Ну что Остается Только Ждать Где у нас Там А Ларих То сидит Вот здесь Вот да То есть Мы будем С тобой Целую ночь Караулить Ну что Ладно Ребятушки Давайте Ждать Так Туман Какой-то Появился Чувствую Сейчас он Наверное Появится Ну Что-то Уж больно Как-то Туман Настало Я могу И не Увидеть Кстати Музыка Стихла Слушай А может Мне нужно Зайти В палатку Ага Смотри Смотри Что-то Происходит Ах Ты Гаденыш А Невероятно Это Это Как В классических Фильмах В ужасах Нужно Нужно Поспешить В деревню Попытаться Его остановить Как-нибудь Так Лицо Твоего Врага Я получил Достижение Кстати Любопытно А где он Прячет свой Гроб Для сна Ты не Пройдешь Коварный Монстр Защищайся Эй Я к тебе Обращаюсь Имею уважение В конце Концов Громче Говори Он Глуховат Да Что не так С этим Миром Глухие Вампиры Вампиры Любящие Чеснок И кто Следующий Остановись Монстр И сразись Со мной Это Бессмысленно Молодой Человек Кровь Твоей Жены Мне Не Подходит А Что До Тебя Ты Не Выглядишь Достаточно Вкусным За Это Оскорбление Ты Будешь Умирать Долго И Мущительно Мерзавец Защищайся Я Восхищаюсь Твоей Логикой Как И Твоим Усердием Но Если Ты Не Оставишь Меня В Покое Он Здесь Не Один Мы Оба Остановим Вас Слушайте Господа Совсем Не Обязательно Убивать Друг Друга Давайте Поговорим Для Начала Ну А Так Вот Сделаем Хранитель Это Не Твое Дело И Я Просил Тебя Больше Меня Не Беспокоить Ну Раз Ты Так Упрям Пеняй На Себя Упс Это Что Было Эй Я Ничего Не Вижу Так Нечестно Учтите Даже Если Вы Бежите Я Знаю Где Вас искати Сладких Снов Так Ну И Где Я Я Умер Это Рай Рай Да Нет Это Скорее Противоположное Место Это Моя Палатка А ты Вполне Живой Вы Я Все Помню Вы Гнусный Вампир Стоп А Почему Тогда Вы Меня Не Убили И Еще Вы Слышите Меня Что Происходит И Видишь Ли Пока Ты Был Без Сознание Я Позаимствовал Часть Твоего Слуха Что Не Волнуйся Как Видишь Твой Слух Уже Вполне Восстановился И Почему Это Я Должен Был Убить Тебя Ну Потому Что Вы Же Чудовище Я Знаю Ваш Секрет Вот И Я Не Чудовище И Я Не Идиот Чтобы Убивать Хранителя Кладбища Это Все Испортит Я Действительно Планировал Сделать С тобой Кое-что Плохое Но Потом Передумал Если Ты Сумел Меня Выследить Ты Вероятно Способнее Чем Я Жидал И Можешь Быть Полезен Я Не Помогаю Вампирам Так Я Ненадолго Оставлю Тебя Одного Успокойся И Постарайся Избавиться От Этого Смехотворного Героизма Что Он Там Делает Все Время Вышло Теперь Выслушай Меня И Прими Решение Древнее Проклятие Оно Вернулось И Я Должен Остановить Его Пока Не Стало Слишком Поздно Это Мой Долг Записанный В Древнем Контракте И Если Я Потерплю Фиаско Тысячи Кровожадных Зомби Затопят Город Деревни И Даже Твое Кладбище Дело Уже Зашло Слишком Далеко И Один Я Не Справлюсь Мне Нужна Твоя Помощь Хранитель Это Это Очень Неожиданно Мне Надо Подумать Разумеется Если Есть Вопросы Задавай Но Помню У Нас Совсем Нет Времени Узнать Подробности Так Что Вы Сделали С Пастухом Всего Лишь Легкий И Безвредный Удар По Голове И В Его Случа Полагаю Эта Процедура Может Быть Даже Полезна В Общем Он Дома Жена О нем Заботится Все Хорошо Так Вы С рождения Вампир Нет Меня Заразили Больше 30 Лет Назад Вампиры Похитили Меня Посадили В клетку Пытали И В итоге Сделали Это Я Ненавижу Свои Проклятие Больше Чем Чтобы То Не Было Но Лекарства Не Существует Да Я Пью Кровь Но Лишь Столько Чтобы Избежать Голодной Смерти Зачем Вы Нападали На Жителей Деревни Я Не Собирался Негостеприимный Голод Вынудил Меня Я Мог Бы Попытаться Выпить Крови Кого Из Лагеря Но Теодора Легко Бы Меня Вычислил Помню Фильм Где Парень Пил Крысиную Кровь Чтобы Не Пить Человеческую Я Не Боюсь Смерти Хранитель Но И Не Могу Уйти Не Выполнив Своего Долга Что Значит Древние Проклятие Оно Появилось Когда Два Столетия Назад Последовали Новые Веры Разрушили Древний Мост Души Усопших Больше Не Могли Найти Путь В Землю Мертвых Обезумев От Отчаяния Они Вернулись В Свои Старые Тела И Начали Убивать Живых Мир Наводнили Ожившие Мертвецы Лишь Помощь Древнего Бога И Древний Контракт Спасли Человечество От Вымирания А что Такой Древний Контракт В нем Записаны Условия Сдерживающие Древние Проклятия Он Был Подписан Представителями Старой И Новой Веры А так же Древним Богом Мои Братья И я Как Подписавшиеся Были Обязаны Следить За Соблюдением Всех Условий И Мы Делали Это 170 Лет Но Как Видишь В конце Концов Мы Потерпели Неудачу Хм Да Вы Старший Моисея Неплохо Мне Всегда Оказалось Странным Что Хранители Кладбища Не знают Обо Всем Этом Так Или Иначе Именно Вы Гаранты Контракта Так Почему Древние Проклятия Вернулось Потому Что Они Были Нарушены Условия Древнего Контракта Нарушены Слишком Сильно Что Вы Имейте Ввиду Жестокость Инквизиции Деятельность Культа Корабли Мертвых Застрявшие В гавани Но Самое Главное Последние 30 лет У нас Не было Хранителя Кладбища Твой Предшественник Был Убит Но Ты Следующий Избранный Хранитель Тогда Еще Даже Не Родился А Хранитель Кладбища Должен Быть Всегда Он Гарант Контракта Именно Поэтому Я Спросил Тебя О Твоей Роли При Нашей Первой Встрече И Как же Остановить Древнее Проклятие Проклятие Вернулось Вскоре После Большого Взрыва И Я Выяснил Что Четвертый Хранитель Твой Предшественник Был Убит Во Время Большого Взрыва Так Что Мы Должны Найти Убийцу Четвертого Хранителя Лишь Тот Кто Начал Проклятие Может Остановить Его Распространение Хм Это Все Звучит Так Будто Мне Придется Поиграть В Шерлока Холмса Немного Дольше Чем Я Надеялся И Нет Кто Б Мог Мне Помочь С Этим Делом Никого Другие Подписавшиеся Связаны Печатью Молчания Все Кроме Меня И Моих Братьев Но Рассчитывать На них Бесполезно Задание Выполнено Так Почему Ваши Братья Не Могут Помочь С Проклятием Это Неподходящее Место И Время Чтобы Говорить О Них Возможно Однажды Все Что Тебе Нужно Знать Мы Можем Рассчитывать Лишь На Себя Так Я Согласен Помочь Знаю Что Это Не Самое Легкое Для начала Возьми Вот Эти Свитки Они Помогут Тебе Сэкономить Немного Времени На Дорогу Теперь Нам Надо Нам Надо Надо И Мастер Раларик Что С вами Не волнуйтесь Я Сейчас Позову Маркиза Нет Только Не Его Если Он Узнает Что Я Вампир Он С Большим Удовольствием Проткнет Меня Синовым Колом Крови Хоть Капельку Крови Пожалуйста Поскорее Крови Ох Сомневаюсь Что кровь Трупа Приятна На вкус Но Что Я Еще Могу Сделать Новое Задание Принесите Ему Каплю Крови Так Друзья Мои Каплю Крови У Нас С тобой Есть Морг В морге Мы С тобой Можем Так А что Это За Свиток Он Мне Дал Свиток Телепортация Не Раскроешь А Средство Передвижения А не роскошь А средство Передвижения К сожалению Одноразовое Так Во первых Мне нужно В мой дом В милый Так А теперь Ищем Кровь Кровь У меня Должна 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 Да Как Так Так Да Ну Вы Издеваетесь Что Ли Вот Прям Ни Капельки Крови А Подожди Я же Не Здесь Она У нас Внизу По Моему Здесь С какой Перепугана Будет Она У нас Должна быть Там Внизу В морге Короче Ну Если Нету Придется Нам Делать С тобой Сам Знаешь Что Да Расчлененкой Заниматься Как Всегда Блин Триндец Придется Короче Заниматься Заврать тело Так Ты не помнишь Где у нас Так Это стол Воскрешение Это не то Это Бальзамирование Это тоже Не то Подожди А где этот Стол То у нас Ага Вот это Вот Аутопсия Кровь Извлечь Кровь Да Да Что Тебе Места Что Не хватает Опять Так Давай Мы Вот Это Уничтожим С тобой Кровь Всего Лишь Одна Капелька Блин Всего Лишь Одна Капелька Так Завираем Тело Ложим Его Давай Следую Возьмем Забрать Положить Извлекаем Все Так Забираем Тело И Ложим Его На Место Так А теперь Нам Нужно С тобой Использовать Так Лагерь Беженцев Так Тихо Я успел Хотя Б Вот Он Лежит Дать Крови Поставщик Крови Я получил Достижение Да Так Лучше Но Вкус Замерзительный Что Это Было Кровь Трупа Или Вы Полагаю Или Вы Полагали Что Я Угощ Кровь Трупа Или Вы Полагали Что Я Уговорю Кого Из Деревенских Поделиться Их Кровью Понятно Значит Диарея Но Ты Прав Спасибо Тебе В любом Случа Если Хотите Могу Приносить Ее Вам Регулярно А Вы Прекратите Беспокоить Жителей Деревни Приносить Ему Кровь Да Договорились И С моей Стороны Будет Честным Оплачивать Подобные Услуги Верно Впрочем У меня Уже Сейчас Есть Кое Что Для Тебя Мой Старый Крем От Солнца Для Вампирской Кожи Ты Сможешь Продемонстрировать Его Как Доказательство Смерти Вампира Жители Деревни Успокоиться А Ты Получишь Свою Награду Спасибо Только Могу Я Спросить Почему Вы Сказали Что Теодор С радостью Убил Б Вас Потому Что Это Правда Я Одна Из Тех Нож Который Нельзя Разделить Вы Потеряли Сознание И Не Закончили Мысль Да Тебе Нужно Найти Вампиров Которые Схватили И Пытали Меня Тридцать Лет Назад Я Отлично Помню Что Они Расспрашивали Меня О Древнем Контракте И Древнем Проклятии Уверен Что Они Каким-то Образом Связаны С Проклятием И Большим Взрывом И Где Мне Начать Этот Поиск Может Есть Адрес Или Что То Такое Я Не Знаю Они Вроде Как Пропали После Большого Взрыва Какое Перспективное Начало Дайте Мне Подумать Звездочет Рассказал Что На него И Четвертого Хранителя Напали Вампиры И Какая-то Странная Магия Превратила Нападавших В челюсти Возможно Удастся Эти челюсти Разыскать И Расколдовать Место Я Помню Надо Сказать Лариху Я Знаю Место Но Событие Случилось Уже Очень Давно Все Улики Могли Уже Исчезнуть Это Решаемые Проблемы Одолжи У Тодора Глаз Ведьмака Это Уникальный Артефакт Позволяющий Видеть Вещи Скрытые Пеленой Времени А Вы Со мной Не Пойдете Я Все Еще Слишком Слаб Из-за Голода Да И Солнечный Свет Смертелен Для Меня Хм Ну Хорошо Я Вам Так Выйти Так Подожди У меня Эту банку Даст Или Не Даст А У нас Жестого Инвентарь Как Всегда Заполнены Ну Естественно Ребят Что Можно Выкинуть Здесь А Зачем Я Буду Выкидывать Если Я Могу Сделать Немножко Попроще У У нас С тобой Тут Есть Сундук У У С тобой Есть Сундук Я Могу Здесь Выложить Например Удобрение Вот Так Забираем Банку Крем Ассо Для Вампирской Кожи Так Приносите Ему Кровь Этому Мастеру Алариху Так Давай Кому Ему Дадим Еще Крови Так Он Мне Платит Деньги 25 Медоков Блин А где Мне Взять Ведра С Кровью Ведра С Кровью Где Тоже Мы С тобой То ли В подземелье Находили То ли Еще Где Так А что У меня Получается Здесь За Задание Давай Посмотрим Так Найти Вампира Солгать Ему Что Вампир Убит То есть Мне Нужно Лететь К Харадрику Понял Погнали Дохлая Кляча Ну что же Давай Отдать Ему Крем Алариха Взгляни Ко На Это Я Забрал Его С Трупа Вампира Ты Сделал Это Потрясающе Ты Нам Так Помог Спасибо Тебе Большое Вся Наша Деревня Сердечно Благодарит Тебя Наш Наш Незабываем Герой Так С вампирами Покончено Достижение Получил Здорово Слышать А как Насчет Насчет Моей Награды Награды Ох Прости Совсем Из головы Вылетело Должен Предупредить Тебя Экономическая Ситуация В деревне Нынче Не лучшая Харадрик Моя Награда Город Повысил налоги Урожай Тоже не радует Последние годы Харадрик Ну вот она Так 50 серебра Прискорбно Что даже герои Не способны Проявить Сочувствие К простому Деревенскому Труженьку Окей Выполнили Так Что у нас Дальше Здесь есть Так Торговать Выйти Ну Предположим Мы это С тобой Сделали Да Про вампиры Мы С тобой Все решили Так Построить Кухню Так Я же Построил Хм Так Приносите Ему Кровь Это Алариху Так Построить Еще одну Палатку Взять Глаз Ведьмака У Маркиза Теодора Твою ж Налево Блин Надо было С Маркизом Пообщаться Ладно Я сейчас Попробую Полететь Домой Так Домой 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 И я тебе Знаешь Что скажу Что у меня Где-то Были Ведра С кровью Я никак Могу только вспомнить Куда же я их Положил Понимаешь Они где-то были Здесь я конечно Ничего не путаю Вот предположим Да Так Тут у нас Ну явно Ничего Нету На этих Верстаках По крайней Мере Так Здесь давай Посмотрим Нет Это виноградный сок Это не то Ну а где же Тогда Так Ну-ка Кровь Есть кровь Здесь Только Вот где Она лежит Так Стеллаж Патологоанатома А где у меня Стеллаж Такой Вот он Да по-моему Окей Забираем С тобой кровь Семь Я думаю Что этого будет На первое время Достаточно Я ему потихоньку Буду приносить Пускай Пьет Так Ну а теперь Нам нужно Блин Почему Этот Ослик Не приходит Странно Пойдем Теперь Узнаем Про глаз Ведьмака Лагерь Беженцев Где у нас Теодор Так Подожди Теодор Ты где Вот он А ты А что вы так смотрите Понятно Им еще и семена Нужны Ну давай Пшеницу Сделаем А здесь Капусту Так Теодор Ты Блин Ты будешь Со мной общаться Хм Он не хочет Он занят Во Нет времени На сожаление Если мы хотим Выжить Мы должны Двигаться Только вперед Ага Вот О глазе Ведьмака Маркиз Мне нужно Должить У вас Одну Вещь Глаз Ведьмака Это Ларих Рассказал Вам О нем Ох Не Стоило Мне Доверять Свои Секреты Старому Негодяю Видите Ли Эта Вещь Крайне Ценная Для Меня Это Маленькое Техническое Чудо Шедевр Моего Отца И он Существует В единственном Экземпляре Я Бду Крайне Аккуратен И верну Ее Вам В ближайшее Же Время Нет Не Могу Но я Знаю Как поступил Б Отец В подобной Ситуации Если Вы Закончите Свою Работу Поможете Всем Этим Людям Выжить Я Подарю Вам Этот Глаз Ведьмака Ага То есть Это Получается У нас С тобой Самое Последнее Задание Да Вначале Мы Должны Здесь Всем Помочь Так Получите Записку На следующий День Возле Понятно Прибытия Осла Ну что же Милый Дом Пойдем С тобой Пообщаемся С ослом Потому что Он мне Подкидывает Еще одно Задание Что на этот Раз Я пока Не знаю Стоп Не понял Сейчас Юмора Так Получите Записку На следующий День После Прибытия Осла А На следующий День Блин Нафига я тогда Спешил Хорошо А следующее Что у нас Тут еще Так Построить Кухню Блин Я не понимаю Еще что ли Одну Кухню Надо построить Приносить Кровь Так Построить Еще одну Палатку И взять Глаз Ведьмака У Маркиза То есть В любом случае Мы с тобой Должны Выжидать Время Ребята Выжидать Время Пока Репутация Накопится Построить Еще одну Палатку Построить Еще одну Кухню В общем Ты понял Что у нас В ближайшее Время С тобой Намечается Ну что Давай тогда Наверное На сегодня Закончим Видосик Всем большое Спасибо за просмотр И До скорых встреч Удачи 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 вам Спасибо за субтитры